Всем привет! Мы в Battle Brothers, в той части, где у нас 25 день группы ветеранов Шапитоны. Ага, у нас тут эскорт Каравана за копейки. А обстановка у нас как? Болен у нас один. Должно быть трое больных. Значит, он просто больше всех выздоравливает. Три человека заболели у меня, простыли. Пневмония, то да сё. Что у нас по еде? Три дня, четыре дня. Отправляемся. Переиграл я несколько раз. Девять этих шесть. Давайте шестерых, шестерых, шестерых догнать! Блин, они сейчас с этими шестью соединятся, и мне будет нехорошо. А вот шестерых я бы ещё попилил. Переиграл я тяжёлую битву, которая выпала на долю Jungle Brothers, параллельной нашей вселенной. Сейчас расскажу о результатах. Сегодня у вас посетило прям, чувствую себя великолепно, чтобы вести шапитонов к новым победам и к приближающимся испытаниям. Вы собрали людей вокруг себя, подняли пинком фалька рыжего. Балуну сказали перестать скрестись. В общем, надо решать, что делать дальше. Привлечь внимание благородных домов, а как это сделать? Или посетить каждое поселение в округе. Но каждое поселение это... Я не знаю, засчитаются ли те, где мы уже были. По идее-то мы и так шарахаемся туда-сюда. Но нам, наверное, нужен уже благородный дом. А! Вот оно как! Всего лишь тысячу... А, у нас уже есть. Тысяча 075, а надо... Тысяча 50. Оказывается, профессионализм выше тысячи всего лишь поднять. Так что мы, считай, выполнены. Вон, еще там волки выпрыгнули. Вот и все. Амбиция выполнена. В общем, слухами земля полнится о банде шапитонов. О бригаде. Какая ему банда. Мы не бандиты. Мы благородные пираты. В общем, хорошие битвы, несколько прекрасных побед обеспечили вам разговоры во всех городках. И благородные дома. Вот один из благородных домов решил, что вы достаточно... В общем, вы способны выполнять их поручения по защите там невооруженных крестьян, карванов и так далее. Хорошо себя проявили. И если вы хотите... Политично выражаясь, теперь вы сможете брать у них контракты, продолжая делать то, что вы делали, только уже за большие деньги. Компания получила известность. Теперь благородные дома будут снабжать вас контрактами. Ваше изображение на карте мира обозначено и все впали в эйфорию. Ну, за исключением пессимистов заправских. Дошли. Без приключений. Это хорошо. Давайте сохранимся. Вылечился он уже гражданин? Нет, еще... Он все равно стоит в первом ряду, несмотря на такое огромное количество штрафов. Потому что может пригодиться даже он. У нас что-то и денег-то нет. Мы что-то как-то кутнули нехорошо, что ли. И продать нечего, и денег нет. Это, конечно, все мелочь по сравнению с пожарами мировой революции, но... Сама практика прочна. Деньги нам нужны. Острелы, ремонт, лечение у нас есть. Еды вот маловато, но пока терпимо. Думаю, скинуть топоры, потому что максимально... Несмотря на то, что у него хорошее очень повреждение, но... Бугаев у меня таких нет. Кирка, колокуха сразу отправляются к новым владельцам. Баклеры мне, наверное, нужны. Скорее всего, я их переложил. У меня там сейчас народ без баклеров. Какой-то второй набор оружия у них. Мелкий топорик можно скинуть. Мне вот эти нравятся как сувениры. Они очень такие... Редкие. Редкие. Ладно, ничего не буду брать. Из народа тоже никого. Хагена. Контракт третьей группы сложности нам... Не по плечу. Замечательный меч. Это просто мечта. А, он двуручный. Топорики вот нас... Нам тут пригодились. О, мы еще никогда не были в этом месте. Есть контракт. У него уже до утра. Подождем. Мне, честно говоря, нравится и просто шарахаться. По району и... Ищемить всяких бандюганов. Рынок открылся. Открылся. Вот, здесь стрелы. По разумной цене. Можно доски купить. Да сделаю, все равно там копейки какие-то. Не буду пока таскать. И топор они покупают хорошо. Цепь берсерка 30. Еще и плюс 5. Она шикарная. Вот эти ковырялки себя вообще не оправдали. Несмотря на то, что 200% эффективность против брони. Вот тот бой, что я говорил, переговорил за шапитонов. У меня была одна нормальная ковырялка. И две вот таких. Вот эти совершенно не оправдали себя. Несмотря на то, что работали по профилю именно по рыцарям. Сейчас мы внимательно посмотрим. У этого маленький топор. У этого копье. Это вообще кортик. Ножик. Мне кажется, в игре есть какой-то баг. Вот эти ножики и кортики я достаю, продаю. А они потом все равно не появляются. Или они у меня их делают втихаря. В свободное от основной работы время. Пока не ясно. Дротики. На 4 бросают. Это надо тем же, что и лучники. Но лучше уж пусть лучники стреляют у меня. Так думаю. Шляпа с пером. У меня есть тут такая. Даже побогаче. В общем, нечего тут ловить. Два баклера я скину. Маленький топорик. Но он и есть маленький. Не нужен. Ковырялку. Сбрасываем. Тридцать, ладно, оставим пока. Опять одеты все у меня. Вроде бы да. Все, в общем, сохраняюсь. Давайте возьмем на 2 контракт. На 2 что-то передумал я брать. Что там еще? Лучник. Ох, какой лук-то. Военный лук. 50-70. Что ж другой-то такой? Так, сюда куда-нибудь. Может по дороге куда-нибудь найдем. Ох, какой лук-то. В общем, саркофаг какой-то. Не будем пока мы с мертвыми связываться. У нас на них оружия нет. А вы кто? Неизвестный гарнизон. У нас для трупаков оружия нет. У нас одни пик-пик-пикающие. И стрельбуны. Ты сколько будешь его выздоравливать? Завтра. Сказано тебе, завтра. Значит, завтра. Завтра. Все, минус 25, но броня у него целая. Пусть постоит в первом ряду. Посмотрим просто, что за древние руины. Не можете понять кто, но вам уже отвешивают. Ой, нет, мы пойдем, пожалуй. Вот серьезно. Их еще и 14. Не, я серьезно. Я без этих. Без сантиментов. Капец нам нараздавали. Прикольно в игре сделано. Мы даже убегая. Все получили. Все. Причем я не удивлюсь, если еще и... Увечья такие-нибудь перманентные. Мы не готовы с трупаками связываться. А что у нас тут? Бухта. И все. Здесь вот три города. Тоже лучник есть. Храм. Таверна есть. Таверна слухи. Пока стояли в лагере. Ваша команда преуспела не только на поле боя, но и в достижении известности. А так как у вас большие планы, вам нужно определить стратегию будущих действий. Победить орка в битве, сжечь один из них, из их лагерей. И тогда мы станем, люди станут нас усынувать и говорить, это да, те самые, которые надавали орк. Победить. А, орки размножились. Гоблины, гоблины. Вы должны сжечь их лагерь и сравнять с землей. И тогда слава об этом облетит весь мир. Давайте поднимем наше количество до 12. Это нам поможет в тяжелых битвах. Давайте поднимем до 12. Нас не более 12. Не то же выбрал. Что-то нам надавали-то вообще сурово. Задание. Или гоблинов в лагерь вынести. Или орков. Или 20 человек. 20 человек нам точно не надо, я извиняюсь. Чё-то пробуксовки начались у нас. Лучше каких-нибудь орков вынести тогда, шансов больше. 20 человек, нафига мне такая толпа. Мертвяки угрожают людям. Давайте сожгем одну из их. Лежбищ. Давайте 10 тысяч крон наберем. Или уничтожить лагерь орков. Вот на орков еще можно пробовать. Или 10 тысяч крон. Честно говоря, это одинаковые для меня сейчас недостижимые цели. 10 тысяч крон. Это задание 20 надо будет выполнить. В лучшем случае. А в худшем я вообще не представляю. Потому что как-то круто пошло все. Мы как достигли известности. Я думал, раньше она от уровня бойцов сложность игра увеличивает. А тут, по-моему, от именно от известности. Типа раз стали известны. Давайте занимайтесь серьезными делами. Давайте орков. Это хотя бы боевая задача. Их 4 надо выбрать. И вот. Тут уже 3 черепа. Вот они в благородные дома тоже дают. Триотворенное задание. Мы не потянем. Я думал, один лагерь орков. Казаться фигу. Тоже нифига нет. Люди. На блюде. Сюда давай. Дороги. Вы заметили странного человека. Бредущего по краю дороги. Одетого в длинную накидку. И с рюкзаком перекинутым через плечи. Мешок. Его глаза смотрели в землю, пока он не поранялся с вами. И только тогда он поднял глаза на вас. Наглядев вашу кампанию. Пока он наглядывал вашу кампанию, вы поняли, что, к удивлению, мужчина не вооружен. Он обратился к вам с просьбой провести в вашей кампании вечер, ночь, прежде чем продолжить свое путешествие в Шарфенштейн. Давай, расскажи нам что-нибудь. У нас есть мандолинист. Вы сидели возле костра. Обсуждали то-то сё. Вы заметили, что что-то хочет сказать ваш знакомый и спросили, что у него на уме. Слышал слухи о том, что кладбища пустеют. В общем, люди, которые там грабили могилу, начали находить зомби вот этих не умирающих. Я не очень-то... Меня тяжело напугать, я не очень удивляюсь, но... Слухи говорят о том, что мертвые встают из земли. То, что ты слышал, правда. Господи, боже мой, прости и сохрани. Не дай бог встанет моя мачеха, она же за мной обязательно придет. Ужасная перспектива. Я теперь боюсь, что она за мной придет. Смех смехом, а у нас действительно оружие-то получается очень однообразное. Вот есть маленький на два. Да верно. Мой кузин Альбрихт оставил город с компанией наемников, такой же, как и ваша. Железное Братство называется, ну или типа того. С тех пор я о нем, говорит, не слышал. Ага. На город нападают орки. Терроризируют окружающие земли. Многих убили. Возможно... Этот... Ох ты. Не перескочить бы. Возможно, в общем, на... Снабжение города будет снижено. Попробуем вот этот взять двойной. Дизель-хер держал в руках кошелек, прикрепленным к нему свитком. Но имя, которое было написано на нем, не ваше. Он взвесил его на руке. Покатал монетку между пальцев. А затем вернулся к вам. Знаешь это имя? Вы покачали головой. Он продолжил. Неделю назад мы послали известного сэра Руперта отсюда охотиться за некоторыми животными, которые терроризировали город и окружающие окрестностей много недель. А не знаешь ли, почему кошелек все еще у меня? Вы пожали плечами и ответили, потому что он не вернулся. Мужчина подтвердил и поставил кошелек на стол. Сел сам на край, правильно? Потому что он не вернулся. А сейчас знаешь что? Сейчас я думаю, потому что он не вернулся, потому что он погиб и задание не выполнено. В общем, хочешь попробовать? И сколько хотите? 810. А если поднапрячься? Нет, 810. Вы следите, что терроризирует город и окрестностей. Давайте посмотрим. Течение пути. Господи, вы крестьянин, в общем, ломающий хворост у дороги. Приветствую. Слава Богу, это вы, сэр. Я думал, что слышал, я слышал, вернее, что несколько человек-наемников пошли охотиться на этих ужасных созданий, которые нас терроризируют. Мы спросили, услышал ли он что-нибудь подозрительное. Ну, не могу точно сказать, что слышал, наверное, нет, но не видел, вернее. Не видел ли он? Нет, говорит, видеть не видел, но слышал. В общем, гады где-то здесь. Ну, вот же окрестности. Вот это, вот еще может быть. Относится к городу? Ну, нет. Вот они, наверное. Это как так? Что за подстава? Там же были дорвулсы. А у него даже вот написано, вот, волки. А встретили райдеров. Это что за подстава? Нифига себе. Их семеро. А как то такие? Они в шкурах волка. Раз, два, три, четыре. В общем, они до сюда добегут. Причем быстро. Ты-то вообще у нас ни о чем. Тебя вот сюда, где щитов нет. Ладно, пока стой. Можно докинуть. 32. Тебя, конечно, наверх закинуть, но если они проломят... Нет, надо наверх. Потому что они сейчас все попрут. 50, а сверху таких цифр нема. Какая у них защита хорошая. Два попадания, а он только-только чуть-чуть задет. О, она. Они еще инициативные. Чморгяй. Нам нужно успеть встать. Не успели. Как они... Раз, два, три, четыре, пять. У него десять, что ли, было этих? Единиц хода. Круто, чё. охраняй так. Блин, этого дуручное надо выручать. А этот с пикой, блин, не удержит. Чё-то я опять как-то криво-косом начал. Это который у меня раненый весь? Нет. нежели. Да, не удержит. Какой который Этот будет отсюда тыкать, попробую их вот так удержать. Из арбалета же он мог стрелять в упор, что за ерунда? Я не понимаю что-то 70-70, в этого 60, он со счетом потому что в принципе то этого надо выносить, как вы дорогие близки мне дротиками, а эти без щитов у меня оба их сейчас просто и тут закидают. Почему 19, а он за стеной щитов стоит? Овца. Сколько у него здоровья там? Нормально у него здоровье. Он еще в репостах что ли, да? Своего еще походи. Все неправильно делал, все что можно было сделать неправильно, все сделал неправильно. за стеной щитов, да. 49. 49. Надо прорубать. 50. на один-то круг хватило я лучше тогда слезу да блин ответишь 24 ему так нормально кидать нам так сразу 24 прицельным 30 до 24 убил моего самого нормаль с одного удара но правда прошлый раз хорошо мое дело да вот это называется с разбегу просто по стенке нас размазали еще отвечает шли такими королями просто в толпу туда закидывать и нифига просто в никуда и сразу просто нас разнесли минус 2 на ровном месте все и ты сдох ты и творчество ты и творчество парни просто какие-то монстры как он через мимо двух то попал в яму нет игра конечно временами прямо в тупик ставит такие вот жесткие попались таки жесткие попались У тебя там потыкать даже нечем Кто стоит? В 70 долго он попадал Мы лучше другому Отвесим Он вот этим цепом сейчас еще одного у меня заберет Он вообще без ничего У него ни защиты, ни жизни Филик моего Второй раунд уже Ты там что сгорбился, урод Его можно откинуть? Хотя вы как откидывать Его уже надо убивать Они его бронютку ковыряют Он сейчас убьет его Они морально очень устойчивые Сколько там? 83, нормально Играет музыка 1 на 1 рубятся он их стоит просто выдаивает он до сих пор в стене щитов а эти уже полностью вымотались не стены щитов ничего не могут и этот тоже вымотался давайте вот этого будем забирать либо рдуида что происходит а это и тот ход еще продолжается вообще пофигу он окружен уже не сдается 16% этого стрелы закончились ну и дурак пусть хоть посидит в защите сейчас хорошо толку то все равно мы двоих уже потеряли мой либордист который там 40 с лишним боев наверное вынес чуть живой синий после стрельбы тоже синий дом Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И ни одной, ни одной шкуры волка... Вот... Жадина, а не игра... В общем, вроде бы мы и победили, но ощущение, что нам дали... Ух ты... Вот это хорошая вещь... Мы, к сожалению, не успели... Выполнить амбицию... А нам пока не предлагали... После битвы... Альфгер... Мотнул головой в сторону убитых... Возможно, именно этих... За ними мы охотились по заданию этого... Дисхельхера... Он нам, наверное, не поверит, что бригада... Бандитов... Была переодета чудовищами... Вы согласились и приказали своим людям добыть доказательства? Своим словам... А вот у нас орки... Люди? Это были обычные люди? Вы подтвердили... Ну, попытались урезонить... Вашего работодателя... Они убили достаточно много крестьян... И они были очень опасны... Ваш работодатель подтвердил... Конечно, конечно... Я не имел в виду, что убить их... Было просто... Пойми меня... Здесь... Весь ужас в том, что мои... Друзья... Земляки погибали... Тут много семей погибло... Я просто удивился, что это были всего лишь люди... В любом случае... Ты заслужил награду... И мы будем... Благодарны... Он достал кошелек с... Деньгами... Ну и все... В общем, больше город... Не подвержен нападениям чудовища... Люди... Карл... Официант что ли? Официант... Не использовался для... Тяжелых физических работ... Ну и дурак... 32 инструмента мы потратим... Вот это мы погуляли... Очень заметно... Кстати... Проседает... Как только вырастает... Уровень битв... Тут же... После каждой битвы... Конец всему... Оружию... Броне... Щитам... Все надо ремонтировать... И... Тратишь на это намного больше... Вот мы сейчас 800 заработали... Купить инструментов... Которых... Нужно... 30... Это нужно примерно... 500 заплатить... Это не учитывая того... Что... Еда... Зарплата... В общем... Я так понимаю... Что в игре особо засиживаться... Это не нужно... Надо как-то... Расти над собой... Брать более тяжелые контракты... А контракты нужно брать... Уже подготовленной командой... А мы-то вообще никто... Сначала-то казалось... Что мы норм... У нас вот... Карольца второго уровня... А кстати... Что с ним... Почему он такой... Чахлый-то... 49 всего... Как будто 60... Это просто никто... Двоих убили... Причем... Более-менее хороших... Как понимаю... Кого-то из него воспитывает... Нам уже серьезное задание надо делать... А он просто никто... 54 выносливость... Я не могу понять... Он болен или что... Ничего же не горит у него... И броня-то на нем легкая надета... Зачем он нам нужен... Министрель... Это который... Наш гитарист... Эль Марьячи... Понятия не имею... Что с ним... Я считаю... Еще минус один человек... Нам такой не нужен... Рола тоже получил... Полностью... Половину брони... Вынесли... Треть шлема... Фальк пятого рун... Все остальные... Никто больше уровень не получил... Только получили по соплями... Я говорю... Вот... Вроде бы победили... Такое ощущение... Что у нас... Очень жестко... Откарабанили там... Какого самые кривые руки... Получится у тебя... Тещик хороший... У тебя броня зато... Ух ты куда... Крыгнул... Чини алебарду... Щит отдашь бы лёпотному товарищу... В общем... Наверное... Потом я буду разбираться... Сейчас что-то как-то я в расстройстве... Прям прибываю... На три точно брать не буду... Мы не потянем никакие... Трюшки... А других контрактов... Наверное... И не будет уже... В лучшем случае... На двоечку... Как вот этот... А на двоечку... Просто с места в карьере не потянули... Надо больше тренироваться... В общем... Спасибо вам за внимание... Я проанализирую... Надо... Кстати орков потом поискать... Проанализирую... Ещё раз эту... Один или два раза сыграю... Как там получится... С ними вот эту битву... Сейчас сыграю... Посмотрю... Где был неправ... Но здесь-то видно... Что было ясно... Где неправ был... Арбалетчика и... Пикальщика... Вытянул на... Передний край... На горку... Думал... Успею поставить рыцаря... А они раз уж... Подбежали... За один ход... И начали их просто избивать... И наверху фланг остался вообще... Лёгкой пехотой прикрытый... Пик... Один с пикой которого убили... И двое со щитами тоже... С тыкальщиками... Этими... Маленькими копьями... Ничего не могли сделать... В общем сложилось всё не так... Как хотелось... В торке... Нет... Это... Мёртвые тут не спят... Написано... И кстати... Просто... Как какой-то пластилин об стену... Она нас просто размазала... Реальность... И... Слишком быстро... Наверное... Амбиции выполняли... Выскочили наружу... Пятый уровень... Это по-моему... Максим... У меня... Люди... Второй уровень... Четвёртый... Пятый... 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 Четвёртый... Пятый... 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 Никак... Но будем работать... Игра интересная... Стоит чтобы в ней разобраться... Пока только единственный косяк я нашёл... То что они... Враги... Полностью... Вымотанные... Они всё равно ставят... Стену щитов... Что... Является... Необоснованным совершенно читерским приёмом против игрока... Если бы не это... Многие битвы бы легче выигрывались... И тогда в колотушках был смысл... Которые забирают... В этих... При ударе они ещё забирают... Того по ком бьёшь... Усталость... Повышает ему на 10... В общем будем разбираться... Очень неожиданно вот так... Складывалось что... Джангл Бразерс... Которые неправильно изначально развивались... Они очень тяжело шли... И там понятно почему им сейчас тяжело... Потому что... Ошибки в самом начале были допущены... Очень... Далеко идущие... А эти там вроде бы развивал нормально... И... Врагов не чувствовали просто... Выносили всех и вся... И здесь с места просто... Хлобысть... 14 этих мертвяков с двумя призраками... В том шарах... Их было то 7 человек по-моему да... Вот этих... Оборотней... А они нас 12 отмудухали... Вообще по полной программе... Увидим что будет дальше... В следующих приключениях... Спасибо вам за внимание... Всего хорошего... Удачи и пока... Субтитры сделал DimaTorzok